всем большой привет дорогие мои зрители и сегодняшнем видео я буду с вами советоваться и будем в общем обсуждать и так у меня есть две картинки и сейчас пожалуйста всех кто хочет поучаствовать да не просто смотреть до сторонний наблюдатель хотя тоже ничего нет плохого и тоже очень часто выбирают позицию поставить на паузу и поставить в комментариях какая вам картинка нравится больше 1 1 это вот это или 2 2 это вот это 0 если не нравится ни первая не 2 да вот это первая работа была вот это была вторая работа и так в чем прикол в чем скажем так суть а суть в что но это все идет на мой инстаграм до love home и это все пропаганда скажем так сохранение природы да тут у нас сейчас деревья да то есть леса изначально картинка была вот такой да то есть в моей голове была какая-то такая идея что с одной стороны это все зелено да то есть цветет пахнет светится до дерево с другой стороны это все превращается в собственно в дым в прах да и просто исчезает да то есть такая вот дымовая завеса и с точки зрения технической да это как бы гораздо гораздо проще было сделать то есть мало прорисовки мало деталей мало как бы чего-то такого да мелких объектов скажем так грубая тень да то есть это даже была на самом деле не тень это было именно то что ну как бы поделить на 2 вот здесь тоже как бы куски дыма по моей как бы концепции да и собственно сам кусочек земли тоже был скажем так затемнен во второй работе я уже немножечко заморочилась и решила нарисовать такие детализацию что я сделала естественно более мелкие листья да я сделала куть там небольшую глубину более пушистое стало моё дерево тень превратилась в тень скруглила углы у земли до день стала более такая от всего более мягкая поменяла фон да то есть я фоном здесь отметила что серая и цветущая и собственно сделала само дерево серым да это не цветокоррекция это я цит на все листики сделала серым и так в чем же сейчас прикол да это было две анимации анимации можно посмотреть в инстаграме это мой дизайнерский инстаграм кстати кому интересно можете подписаться джули роз лайф и здесь я скажем так делюсь с вами же до последние анимации я добавляю сюда и прошу вас в некотором смысле какая вообще нравится больше и как раз вот это вот был второй вариант я понимаю что это не анимация да кто-то мне писал что только в акты в автор эффект будет анимация но мне так почему-то вдохновляет вот это вот анимировать картинку и так далее так вот в чем прикол что после того как я сделала я понимаю тут отсвечивая да и немножко темно так вот с тех пор как я сделала я сейчас оцениваю до трезво скажем так сама просто смотрю своим взглядом не с точки зрения сколько я времени потратила не с точки зрения сколько да там насколько это более детализированно мне нравится вот это потому что она отображает как по мне идею да то есть более лучше отображает именно саму концепцию саму идея как то более драматично все это что ли смотрится чем нежели здесь это несмотря на то что здесь более детальная и наверное с точки зрения вектора она более как бы сделано профессионально так вот мой вывод был таков что может быть профессионализм именно глубокая детализация да это очень круто это очень классно если действительно так получается делать и несмотря на это все равно бывает идея как-то перебивает становится выше и выше качество да то есть либо идея либо креатив либо исполнение в плане того же креатива то есть я понимаю что мне вот эта первая работа нравится больше вот напишите вам вот просто вот по-человечески да не как векторный иллюстратор не как stalker а просто человек который живет на этой планете который тоже дышит этим воздухом который знаете у меня такая фраза в голове когда-нибудь мы поймем что природа это не данность а ценность вот мы сейчас воспринимаем это как данность как данность потому что этого очень много потому что это вон в изобилии отчасти и мы не видим те места где это все загрязнено хотя в интернете это очень много становится но факт остается фактом для нас это непонятная история вот но если взять допустим каких-нибудь 100 лет до или в 200 лет это буквально три поколения то мне кажется ситуация будет прям прям печальная вот в общем если посмотреть с точки зрения как человек вот я лично то мне вот эта картинка нравится больше несмотря на то что с точки зрения вектора она вообще ни разу не идеальная и может быть даже не профессиональная вот такое вот у меня сегодня было видео я хотела с вами поделиться напишите ваше мнение как вы думаете во первых да какая вам работа нравится больше все таки а во вторых как вы думаете именно вот это профессионализм и идея да то есть почему выходит порой так что супер-пупер профессиональная картинка бывают портфолио где просто берут люди идеями конечно это красиво все выполнено но идея очень важно и на стоках тоже вот эта вот история что конкретная тема и если вы как-то конкретно под эту тему интересно действительно интересно что-то нарисовали она может даже продаваться больше чем супер профессиональная но достаточно повседневная и банальная картинка вот так лично мое мнение может просто я так как я не профессиональный иллюстратор да я не могу оценивать именно с точки зрения супер профессионализма да там они не знают он свет композиция там цвета форма я как простой человек оцениваю наверное и это тоже сказывается вот есть такой момент да что человеческий фактор никто не отменял и все таки мы рисуем для людей да для конкретной какой-то идеи для какого-то смысла то есть мы своими картинками передаем смысл и порой это очень очень важно и даже важнее каких-то недостатков в техническом исполнении все надеюсь видео было вам хоть чуть полезным и интересным всем спасибо за внимание и всем пока